здравствуйте люди добрые души чистые вадим карабинский на связи вести родовых поместьей во вселенском эфире какие у нас хорошие новости наши хорошие новости связаны с одной плохой новостью с ликвидацией родной партии у ликвидации родной партии есть два последствия я выделяю два основных последствия первое это то что мы переходим от формата политической партии к формату общественных организаций об этом подробнее чуть позже и второе последствие это то что появляются новые инициативы по созданию механизмов координации управления извещения вместо вот того механизма который который у нас был как родная партия ведь у родной партии остались же ресурсы группа вконтакте сайт в интернете чаты такие так называемые круги и оповещения дискуссионные площадки ну и самое главное конечно связи между живыми людьми которые работали которые знают друг друга и вот появляются новые инициативы об этом тоже чуть позже подробнее итак возвращаемся к общественным организациям это такой переход он не на пустом месте появился а исходя из того положительного опыта который также накопился в нашем движении ведь кроме того что в семь лет существовала родная партия политическая также существовали и общественные организации и пожалуй самый успешный опыт это в башкирии где общественная организация существует уже десять лет и интервью александра самохина с руководителем этой общественной организации на сайт в группе родной партии есть и в группе родовые поместья россии тоже есть очень рекомендую потому что опыт у них на самом деле хороший и там же они описывают разницу насколько проще работать сообщил общественной организации нежели политической партии самая главная разница это конечно то что чиновники и в первую очередь политики они потому что чиновники в основном они какой-то партии привязаны от какой-то партии идут избраны в штыки воспринимают какие-либо другие политические партии как конкурентов и гораздо проще воспринимают общественной организации то есть проще любое масштабное мероприятие организовать когда ты идешь не от партии от общественной организации и также и люди в общем-то обычные люди в том числе и участники этих мероприятий они организаторы спонсоры и так далее они тоже проще реагируют когда взаимодействуют не с политической партии с общественной организацией и простому человеку тоже проще воспринимать информацию не от политической партии от общественной организации тем более если общественная организация называется родовые поместья потом также в сми проще пробиться в общем вот это все есть в интервью александра самохина и виноват забыл имя но фамилия чепушканов вот так же есть опыт общественных организаций в других регионах но намного меньше в крыму есть общественная организация во владимирской области есть общественная организация и почему бы не появится общественным организациям в каждом регионе в каждом регионе она называется родовые поместья региональная общественная организация федеральной такой общего такого юридического лица пока нету но когда мы дорастем регионов будет достаточно опыта будет достаточно и финансирование будет налажено и как соуправление но сами а совместная деятельность тоже будет налажено но тогда дорастем возможно и до федеральной общественной организации если она нам вообще в принципе будет нужно а сейчас как есть такое предложение достаточно внушительно будет выглядеть любое письмо в какой-нибудь там министерство на котором 30 печатей от 30 общественных организаций региональных выглядит так весомо и не вызывает отторжения потому что не политическая партия а потом можно предположить что если к тому времени еще политические партии вообще будут иметь смысл то мы дорастем и до возобновления политической партии но об этом пока говорить рано потому что один из выводов анализа работы родной партии это то что по сути в регионах мы практически не работали ведь региональное отделение оно должно же участвовать не только выборах но и вокруг их тех выборов устраивать разные мероприятия потому что какие бы какие могут быть выборы если о родной партии об этом кандидате от родной партии не знают должны быть мероприятия которые повышают лояльность населения в отношении этой партии этого кандидата мероприятия это и работа со сми и праздники там с детьми какие-то образовательно воспитательные процессы этого всего в регионах было чрезвычайно мало ну вот кроме вот например как в башкирии у них очень много мероприятий в том числе и крупные мероприятия были и с популяризацией идеи родовых поместьй в том числе мы переходим в этот формат и сейчас вы ваше поселение ваше сообщество ваш там клуб читателей книг владимира мегре можете задуматься о создании общественной организации причем общественной организации тоже не обязательно сразу регистрировать можно называть себя общественной организации не регистрируясь потом когда коллектив дорастет и появятся такие задачи что нужно как ну проще от юридического лица с кем-либо взаимодействовать например арендовать помещение ну в дыка например большое помещение тут уже понадобится какое-то юридическое лицо оформление счет печать тогда можно будет оформлять сейчас движемся этим путем и все региональные отделения родной партии то тоже могут сейчас двигаться таким образом после того как у наев перестал с нами взаимодействовать у нас каких-то таких дел с управленцами выше совместных то и не было поэтому нам нужно снова дорасти до этого уровня чтобы с нами государство власть начала взаимодействовать увидела что мы готовы взаимодействию потому что напомню одна из причин почему он и перестал взаимодействовать это тот конфликт который в нашем движении изобразился вы о нем все знаете поэтому мне не хочется даже повторять хочется чтобы поскорее это у нас ушло в прошлое со всеми конструктивными выводами теперь переходим по второму последствию ликвидации родной партии это появление новых инициатив существует чат в котором состоят по одному представителю каждого поселения сейчас представим чате 244 участника разных чатов нашем движении уже были сотни и все эти сотни чатов они ну может быть несколько единицы какие-то остались там где очень такое строгое модерирование сотни чатов просто заглохло потому что всегда появляется два три десять болтологов которые заболтывают чат и когда они никак не реагируют на то что у нас вот есть такие правила ограничения они продолжают спамить люди как люди дело можно сказать которые ценят свое время они выходят из этого чата и качество чата все время снижается 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 пока не остаются как бы только уши свободные уши и вот эти пол болтологи то есть у нас за плечами море негативного опыта безрезультатного ни одного чата в котором вот только конструктив я не знаю но кроме вот чатов родной партии где очень мало участников где только по делу по вопросам у этой организации и вот этот чат новый он можно я утверждаю что он на сегодняшний день самый структурированный потому что всего по одному представителю от действующего поселения там тоже конечно делаются попытки обсудить тот вопрос тот вопрос но правила чата таковы что этот чат не для обсуждений а для информирования о каких-то событиях уже решенных уже принятых решениях или же каких-то чрезвычайных ситуациях когда требуется общее действие совместное быстрое представитель от поселения он по если получил какую-то информацию то он может обсудить в вынести на обсуждение это в своем поселении поселение выносит свое суждение и этот представитель в общем чате это суждение от поселения представляет очень хочется чтобы этот чат пережил волну болтологов и мы продолжили работу я об этом рассказываю потому что для большинства людей которые например читатели они не знают об этом чате я вам рассказываю что она существует работа по структурированию по совместному взаимодействию по нации совместных взаимодействий ведется как если будут хорошие новости я сообщу что все хорошо если будут плохие новости тоже сообщу что к сожалению все развалилось мы пока не доросли о каком там вообще вече можно разговаривать еще для чего рассказываю цель вот эти вот этого моего рассказа то что происходит тут как бы внутри да в каком-то в эпицентре чтобы не получилось как с родной партией работа в родной партии эти все семь лет велась но она велась можно сказать кулуарно не хватало ресурсов родной партии но по сути кадров кадров компетентных кадров которые могли бы для всех членов партии и также для всех сочувствующих родной партии и доносить информацию что происходит как мы движемся там какие проекты какие направления какой процент какие у нас эти результаты какой процент или же какие у нас неудачи то есть эта работа велась очень слабо и вот это можно сказать одна из причин почему например не было финансирование у родной партии то есть не удалось договориться о членских взносах пробить этот вопрос потому что не было доверия откуда доверия если ничего не известно что там внутри происходит получилось так что наружу стала выходить только только конфликты то есть такие распри нападки друг на друга вот они вовне вылились какой-то как называется контр работы по развеиванию или по смягчению этих конфликтов или по информированию хотя бы о том что конфликт закончился такой работы не велось и вот я сейчас пытаюсь взять на себя такую роль рассказывать о том что происходит внутри для того чтобы всем было понятно что у нас не только застой не только болото они не так не только сады расцветают не только поместья как закладываются но и о том что еще идет между поселенческая работа задача сегодняшнего выпуска выполнена я вам рассказал о том что мы переходим от формата политической партии к общественным организациям и о том что появляются новые инициативы по координации межпоселенческой например вот этот чат где уже более 200 представителей от действующих поселений родовых поместьй на сегодня все лайки репосты новые вопросы в комментариях быть добру